Фридрих Вильгельм I Данный форт прикрывал железную и автомобильную дорогу на Эльблонг. Это его была основная задача. Всего, как вы знаете, у нас находится 12 больших и 3 малых форта вокруг нашего города. И сейчас я проведу совершенно небольшую экскурсию по восьмому форту. Годы постройки форта 1878-82. Сам форт представляет из себя вытянутый шестиугольник размером 205х135 метров. Окруженный по периметру сухим рвом. Помещение и внутренние дворики расположены симметрично относительно центральной паттерны. Горжевой дот выполнен из кирпича. Для захвата 8-го форта в апреле 1945 года был создан специальный штурмовой отряд со средствами усиления, в том числе двумя взводами фугасных огнеметов. Во время штурма форта был разрушен горжевой капонир. Гарнизон форта капитулировал в первой половине 7 апреля 1945 года. В плен сдались 154 солдата и 30 офицеров. После войны на форту располагались военные. Которые использовали его как склад и в левой части находились овощехранилища и курятники. Правая часть долго была пустой. А в начале 90-х годов один беженец устроил там склад из товаров народного потребления, что он смог с собой увезти из Средней Азии. А это было несколько вагонов мебели, телевизоров и прочего говна. Земли и строения вокруг форта принадлежали совхозу новомосковскому. В начале нулевых годов здесь был завод прозрева дешевого пойла и склада, а в конце нулевых автомастерские. Несмотря на то, что постановлением правительства Калининградской области форт получил статус объекта культурного наследия, никаких работ по сохранению объекта не проводится. Даже наоборот, в сухой ров сливаются все помои с ближайших местностей, и из-за этого нижний уровень затоплен. Какова судьба форта, никто не знает. Поживем увидим. Калининградская область 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 Калининградская область